Здравствуйте! В эфире телеканала Аллау Новости. В студии Александр Ульянов. Смотрите сегодня в выпуске. В Кустанайской области начали работать избирательные участки, на которых кустанайцы в случае необходимости могут получить уже сейчас открепительные удостоверения. Продиктовал код из СМС и остались без нескольких миллионов тенге. Житель Лисаковска попался на уловку мошенников, но на этот раз деньги сняли не с банковской карт, а с депозитов. В Казахстане детям, прогуливающим уроки, будут помогать по-новому. Также учителям запретили выгонять школьников с уроков. О новшествах, которые инициирует Министерство просвещения, подробнее расскажет Яна Галла. 19 марта в Казахстане пройдут выборы в Мажорисы и Маслехаты всех уровней. В Кустанайской области сейчас почти готовы к работе больше 700 избирательных участков. Устанавливаются кабинки для голосования, информационные стенды. А кустанайцы могут прийти на свои участки, чтобы проверить свои данные, списки голосующих и получить в случае необходимости открепительные удостоверения. С 4 марта в Кустанайской области приступили к работе избирательные комиссии. Их в регионе 748. А на этой неделе начали запускать работу и сами избирательные участки. Там, где позволяют возможности, уже начали устанавливать кабинки для голосования и информационные стенды. К примеру, в одном из залов кукольного детского театра в Кустанай разместился избирательный участок номер 19. Сюда 19 марта, по предварительным данным, могут прийти для голосования 2000 человек. На данный момент уже ведутся работы по приему заявлений, голосований на дому. Также люди приходят уже, заявления пишут на открепительные. Выезжают за пределы области, также в пределах области. Кустанайской областной избирательной комиссии рекомендуют кустанайцам, которые в день выборов не смогут проголосовать на своих участках, получить открепительные удостоверения. Причем в этот раз им могут выдать на руки сразу несколько или только один. Например, если избиратель знает, что он выйдет за пределы Кустанайской области, он получит открепительные удостоверения на один избирательный бюллетень по выборам депутата, мажориста парламента по партийным спискам. Вот с этим открепительным удостоверением он может проголосовать на любом избирательном участке страны. Если житель региона в день выборов выйдет из одного населенного пункта в другой, но на территории Кустанайской области, то он получит на руки три открепительных по выборам в мажорист по одномандатному округу, по партийному списку и по выборам в Кустанайский областной маслехат по партиям. Может быть, на руках и четвертое удостоверение по одномандатному округу в Кустанайский областной Маслихат. Но если человек уезжает в населенный пункт, который входит в границы того избирательного округа, где он зарегистрирован. Алексей Краснов и Татьяна Калюжная, РТН. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время, чтобы избежать подтопления населенных пунктов. Ожидаемые осадки выпали днем 14 марта на большей части Кустанайской области, как и прогнозировали специалисты Кустанайского филиала РГП КАЦ «Гидромет». На севере и востоке области прошли дождь и снег. Температура воздуха здесь днем достигла 2-3 градусов тепла. На юге региона поднялась до плюс 7 градусов. В ДЧС области распространилось штормовое предупреждение, что в связи с потеплением ожидается интенсивное таяние снега, ослабление льда и подъемы уровня воды на реках Норозумском, Жангельдинском, Амангельдинском и в районе города Аркалыка. При этом возможны разливы и подтопления жилых населенных пунктов и хозяйственных построек. Департаментом своевременно было направлено мобильная группировка сил и средств количеством 20 человек личного состава с переносными мотопомпами в южные регионы. Дальше местными исполнительными органами продолжается вообще по области работа по вывозу снега с территорий населенных пунктов. На данный момент по подсчетам специалистов ДЧС из городов и поселков области вывезено уже около 900 тысяч кубометров снега. Это более 6,5 тысяч грузовых железнодорожных вагонов. Подготовлено 153 пункта приема для эвакуации на случай осложнения поводковой ситуации. Заготовлены мешки и песок. А в конце второй декады марта запланировано проведение взрывных работ на опасных участках водоемов в Коснайской области. Это у 15 участков в шести районах области. Это Жангельдинский, Наурзумский, Камастинский район, Карасузский, Ауликольский и район Бенбета-Малина. Также с 1 марта текущего года организован космический мониторинг территории Коснайской области на предмет схода снежного покрова до окончания поводка опасного периода. На конец марта-начало апреля запланировано авиаобследование по имрек и озер региона. Ожидается, что в областном центре не будет поводок стремительным, но к нему уже начали готовиться. По рекомендации Управления полиции, городской отдел ЖКХ уже закрыл проезд под мостом в районе Печеэстр. Открыть его планируется только после окончания поводка. Я Рахмичин, Валерий Точев, Виталий Луговской, РТН. 28 миллионов тенге сняли мошенники с депозита жителей Лисаковска и его брата. Продавая бизнес, мужчина подался на уловку мнимого покупателя и продиктовал ему номер банковской карты, а также код из СМС. Денег на самой карте не было, а вот что кто-то может снять деньги. Из депозита Лисаковчанин не знал. Подробности в нашем следующем материале. Продавая через сайт OLX свой бизнес, Лисаковчанин и не думал, что окажется жертвой интернет-мошенников. Очень скоро появился покупатель, который попросил номер карты, чтобы перевести деньги. Средств на ней не было, а потому и рисковать было нечем. Покупатель объяснил, деньги переводит через фирму, поэтому придет СМС, код из которого надо продиктовать. Мы с ним долго очень, скажем так, беседовали, наверное, минут 20-25. Он говорит, вот деньги не уходят, деньги не уходят, давайте я вам сделаю перевод на другую карту. Я говорю, давайте, хорошо. И он меня спрашивает, пришли, не пришли. Договорились созвониться на следующий день. Уже тогда у Лисаковчанина не получилось зайти в интернет-банкинг. Но плохих мыслей тогда не возникло. Через время он мне, значит, звонит, говорит, деньги так до сих пор и висят. Я переживаю, что организация может запросить, почему не ушли. Типа, перевод не осуществлен. Нет ли у вас кого-то из знакомых, кто бы тоже владел картой ебанкингового банка. С разрешения брата я дал его номер ему. Пропажу средств, но не с карты, а с депозита, обнаружила уже жена брата. Тогда Лисаковчанин, позвонив в колл-центр банка, выяснил, что его депозит также пуст. Мошенникам удалось получить от братьев в общей сложности 28 миллионов тенге. Удерживая их на линии и получив пароль из СМС, они меняли пароли в интернет-банкинге. Получается, что я, значит, дал доступ к номеру карты, на которых нет денег, и я при этом остался голый. Ну, по сути так. Получается, что все могут заходить и как бы брать с депозитов отовсюду. И я у них даже спросил, если я говорю, вы видите, что идет несанкционированное снятие. И там даже согласно распечатке банка, там, ну, разные суммы уходили от 20, 85 и 500, и всякие суммы уходили. Вы же видите, что идет, ну, уход каких-то средств, и это никакой ни блокировки, ничего. Блокировки действительно нет. Как нам пояснили специалисты, у каждого банка своя система защиты. При этом обязательной единой или конкретных требований, как это делать, тоже не существует. Не вызывает у банков подозрений и дробное снятие различных сумм в короткий промежуток времени. Допустим, я дедушка перевожу своим внукам, у меня их 10 внуков, и я перевожу своим внукам там по 10 тысяч тенге. То есть это удобно для определенных клиентов. Здесь уже, получается, с другой стороны смотрится, почему мы это не защищаем. Но это же будет тогда сложно для других клиентов, которые реально этим пользуются. То есть он хочет перевесить деньги, ему обязательно нужно проходить верификацию. Это немножко, ну, неудобно. Лисаковчанин и его брат не отрицают, что виноваты сами. Однако считают, что раз уж этот вид мошенничества набирает обороты, то информировать своих клиентов о всех возможных рисках банки все-таки обязаны. Заявление в полиции у него приняли, но надежды вернуть хотя бы часть средств у мужчины нет. А в местном представительстве агентства по регулированию финансового рынка в очередной раз напоминают людям. Никогда ни при каких обстоятельствах не передавать никому свои личные данные и не диктовать пароли карт и цифры из СМС. Хамзан Дурпиисов, Диар Ахмечин, Яна Гала, РТН. Убийство совершено в Кустанае. В одной из квартир нового жилого комплекса в южной части города найдено тело пожилой женщины. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Подробности об этом, а также о попытке нелегального перевоза через границу Казахстана крупных партий табачных изделий и о задержании мошенника, который сдавал в аренду несуществующей квартиры в нашей рубрике «Коротко». Женщину убили в Кустанае. О совершении преступления нам стало известно от соседей. Погибшие информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе Департамента полиции области. Во второй половине дня, 12 марта, в одной из квартир дома номер 25 по улице Зеленая обнаружено тело пожилой женщины. На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы, руководство полиции Кустаная, криминалисты, кинологи. Подозреваемый в совершении убийства задержан. 23-летний житель города водворен в ВВС. Проводятся дальнейшие следственные действия. Примерно двумя неделями ранее, после тушения пожара на улице Дачная, было найдено тело 76-летней женщины с признаками насильственной смерти. Факт был зарегистрирован по статье «Убийство». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала двух жителей города. Подозреваемые также водворены в Кустанайский изолятор временного содержания. Партию нелегальных сигарет задержали сотрудники отдела пограничного контроля автопоста «Кайрак». При досмотре грузовика марки «Дав», который следовал по маршруту «Астана-Челябинск», были обнаружены табачные изделия стоимостью около 3 миллионов тенге. Задержан пассажир, который пытался незаконно все это переправить через границу. По накладным продукция перевозилась как товары народного потребления, к которым относятся личные вещи, запчасти, обувь, одежда. Там же, на «Кайраке» были выявлены стики для курения, которые гражданин Казахстана также пытался нелегально провести через границу. Рыночная цена товара, по информации Департамента погранслужбы, составила около 12 миллионов тенге. Мошенника, сдававшего несуществующие квартиры, выявили кустанайские полицейские. Специалисты отдела по борьбе с киберпреступностью и управлению криминальной полицией задержали интернет-афериста. 28-летний ранее судимый мужчина размещал объявление на сайте «Крыша» по сдаче в аренду квартиры на длительный срок. После получения предоплаты на карту он блокировал номера клиентов. В общей сложности он подозревается в более чем 20 фактах квартирного мошенничества на общую сумму, превышающую миллион тенге. Начато досудебное расследование по статье «Мошенничество», совершенное неоднократно. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Продолжаем выпуск. Запретить ученикам пользоваться мобильными телефонами во время учебы, а учителям выгонять совершивших проступок с уроков предлагает Министерство просвещения страны. Проект закона сейчас находится на обсуждении на интернет-платформе «Открытые НПА». Однако в Кустанае эти нормы действуют уже не один год. То есть для учеников школ города существенно ничего не изменится. Подробнее расскажет Яна Гала. Запрет на использование мобильных телефонов во время уроков действует в Кустанае уже два года. Соответствующий приказ подписан отделом образования. Поэтому в гимназии имени Горького этот механизм уже налажен и отработан. Учащиеся начальной школы сдают свои телефоны на хранение учителю и забирают после окончания уроков. Со старшеклассниками работа построена по принципу доверия. То есть они просто не достают их из рюкзаков. В таком запрете педагоги видят одни плюсы. Во время уроков, во время занятий, конечно, они отвлекаются. Это раз. Ну, во-вторых, ну, конечно же, это способность что-то списать, где-то найти подсказку. Ну, что тоже недопустимо, я считаю, в учебном процессе. Поэтому, ну, самое главное, что дети могли отвлекаться на сотовый телефон. Теперь же запрет на использование мобильных телефонов Минпросвещение предложило ввести повсеместно и вынесло его на обсуждение на платформе «Открытые НПА». Предлагают дополнить и типовые правила новым пунктам. Теперь выгнать с урока ребенка за проступок педагоги не будут иметь право. Однако в Управлении образования региона отмечают, негласно эта норма работала всегда. Учитель на своем уроке должен действовать в рамках, собственно, урока, кабинета и справляться с данной ситуацией отдельно. То есть он может пригласить кого-то, там, психолога, инспектора, но не выгонять ребенка одного в коридор, тем более не выгонять из школы. И еще одна норма, которую предлагают закрепить законодательно, касается внутришкольного учета. Так учеников с низкой успеваемостью и частыми прогулами будут ставить на учет в их школах. И здесь также ничего нового нет, считают в Управлении образования, поскольку такая работа проводилась и ранее. Делается это для оказания помощи. То есть когда ребенок из-за прогулов, например, постоянных и систематических, из-за постоянной неуспеваемости по каким-либо причинам, ставится на внутришкольный учет, с ним начинается усиленная работа психолого-педагогической службы целиком. Проект находится на обсуждении до 28 марта, поэтому все желающие могут высказать свое мнение, оставив комментарий на сайте «Открытые НПА». Пока недовольство родителей вызывает лишь запрет мобильных. Сегодня в Акимате Костанайской области обсуждали проблемы молодежи. Среди них жилищные трудности, поиск работы и получение образования. Глава региона, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что государственных программ поддержки молодежи немало. Но не во всех, по его мнению, наблюдается активное участие самих молодых людей. Татьяна Калюжная с подробностями. В прошлом году из Государственного жилищного фонда было выделено 122 арендные квартиры для молодых медиков. В рамках других госпрограмм жилье получили еще 111 молодых семей. Помимо этого, в прошлом году в регионе запустили специальную льготную ипотеку «ЖАЗ Шанырак». В этом году на юрализацию выделяется свыше 2 миллиардов тенге. Планируется охватить не менее 140 человек. На текущий момент мы находимся на стадии согласования договора. Прием документов начнется в мае текущего года после формирования нового созыва Маслихата и утверждения бюджета. В этой связи акиматами городов и районов необходимо сформировать региональные комиссии по отбору претендентов и прислать составы в управление. В текущем году в трех высших учебных заведениях по программе «Серпен-2050» обучается 292 студента. Диана Азимханова – одна из них. Недавно молодые люди, объединившись, открыли движение студентов и выпускников «Серпен-2050», которое будет способствовать взаимодействию молодежных движений и государственных органов. Мировые тенденции развития рынка труда в среднесрочной перспективе отражают рост занятости в сфере услуг. Соответственно, и для Казахстана эксперты прогнозируют спрос специалистов в области рынка услуг. Я думаю, что для этого нам нужно начать работу прямо сейчас. Наша первая цель – привить любовь к труду. В этой связи считаю, что действенным механизмом являются молодежные трудовые отряды, работающие не только в летний период, но и круглый год. Аким Куснойской области, в свою очередь, обратил внимание на уменьшение участников другой молодежной программы с дипломом в село и на то, что гранты для развития бизнеса в регионе получают молодежь не во всех районах. Вместе с тем, за последние три года не принимают активного участия в этой программе молодежь Ауликольского района, Наурзумского и Узункольского районов. Естественно, что акиматам районов нужно эту работу пересмотреть. Почему это происходит? Понятно. Неинформированность, малое вовлечение, недоработанные организационные вопросы. Чем у нас отличается молодежь Ауликольского района от других? В этом году в Куснойской области продолжится реализация программы ЖСЛЕ. На эти цели выделено 94 миллиона тенге. Глава региона поручил сумму это увеличить, как и число районов, работающих в рамках этой программы. Хамзан Рупиисов и Татьяна Калюжная, РТН. Снова могут пользоваться. В Кустанай возобновило работу инфотакси, и люди с инвалидностью могут заказывать автомобиль для своих поездок. Напомним, в Кустанай возникли проблемы при проведении конкурса по определению поставщика этой услуги. В связи с чем почти две недели людей с инвалидностью обслуживал лишь один автомобиль. В итоге вопрос решился. И с сегодняшнего дня инфотакси заработало вновь. На линию ежедневно будут выходить семь специализированных автомобилей. В минувшие выходные на первом заливе Верхнетобольского водохранилища уже по традиции прошел турнир «Золотая рыбка». В августе проведение этого мероприятия было еще под вопросом из-за резкого сокращения уровня воды в накопителе. Но юбилейный 15-й турнир все же состоялся. Организатором которого вновь стало руководство Лисаковской телекомпании «Акцент». За происходящим наблюдала наша съемочная группа. В юбилейном турнире приняли участие 83 любителя зимней рыбалки. Поймать удачу за хвост хотели не только лесоковчане. Местным рыбакам составили конкуренцию гости из Рудного, Кустаная и района Биэмбета Майлина. Хотя организаторы мероприятия знаменуют этот турнир как самый мужской, среди претендентов на победу были и женщины. Честно сказать, когда мне женщины говорили, что зимняя рыбалка – это даже увлекательнее, чем летняя, я всегда думала, да что вы, а теперь я поняла, что это так. Поэтому я с удовольствием езжу на рыбалку вместе с мужем. Мы увлекались летней рыбалкой. А потом уже попробовав, вот именно благодаря золотой рыбке, мы попробовали на зимнюю рыбалку съездить и все. Мы загорелись этой зимней рыбалкой, поэтому на зимнюю рыбалку мы больше времени уделяем, нежели летом. По традиции открыл турнир «Золотая рыбка» конкурс ледорубов, в котором последние несколько лет победитель не менялся. Роман Будаев – бесспорный чемпион в этом деле. 90 сантиметров льда он пробурил за 19 секунд. За победу он получил фильтр для очистки воды. Да я рад. В принципе, третий год занимаю бурение первое место по скоростному. И первый улов не заставил себя долго ждать. Буквально спустя пять минут после запуска стартовой ракеты на крючок Юрию Михайлову попалась хоть и не золотая, но счастливая рыбка. Она принесла мужчине победу в номинации «Клевая рыбка», а в качестве приза – ледоруб. У меня очень острые, конечно, ощущения. Еще сколько здесь рыбачил, пятый год. Извините. Рыбка. Так, уняк. Турнир «Золотая рыбка» – это самые спокойные и тихие соревнования, ведь излишний шум очень отпугивает улов. Поэтому участники, болельщики и организаторы стараются вести себя как можно тише. Этому правилу придерживаются даже юные рыбаки. «Рыбалкой занимаюсь уже порядка, наверное, 12 лет. Отец как научил и вот начал ездить. И как-то пошло, пошло. Первый раз приезжал сюда на «Золотую рыбку» в 2016 году. В этом году вот уже с сыном приехал, вот он в 2016 году родился как раз. И вот первый раз с собой взял. После трехчасового противостояния рыбаков организаторы мероприятия вынесли свой вердикт. Андрей Качалов из города Кустанай стал победителем в номинации «Малек» благодаря пойманному ершу, который весил всего 21 грамм. Все остальные победители – лесоковчане. Лучшим в номинации «Царь рыба» стал Вячеслав Боков, которому на крючок попался судак весом 725 граммов. Ну а победитель соревнований и первенства в главной номинации «Невод» у Николая Зеленкова. Его общий улов – 2 килограмма 65 граммов. Самый приятный приз – это вот это вот. А не то, что там за спиной или шнеки. Самый главный приз – это вот этот, который будет стоять у меня уже на полке, как говорится, напоминать. Лучшая пара в гонках на волокушках получила в подарок набор жерлиц. Все участницы женского пола также получили памятные презенты от одного из многочисленных спонсоров турнира. Достойные призы нашли также самого молодого рыбака и самого пожилого участника рыбацкого фестиваля. Елена Щегельская при содействии телекомпании «Акцент» Лисаковск. Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания.